Продолжение следует... Ну что ж, давайте начнем. Давайте будем знакомиться. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И я сегодня проведу вам вебинар, посвященный нашему продукту, который называется Библиошкола. Я знаю, что у нас здесь сейчас присутствуют представители нескольких библиотек, хотя первоначально вебинар просили провести коллеги из Челябинска, и именно поэтому именно их логотип размещен у меня сейчас на главной странице нашей презентации. Я хотел бы с вами познакомиться. Пожалуйста, назовите библиотеку и город, от которого вы сейчас принимаете участие в нашем мероприятии. Пока вы будете писать свои места, я хотел бы сказать, что презентация, по которой я сегодня буду вести вебинар, она доступна для скачивания. Так, Москва даже есть, Челябинск, правильно, Москва, Москва. Оказывается, у нас тут сегодня и столицы много человек. Ну, хорошо. Хорошо, я как вижу два города, как минимум, Челябинск и Москва. Замечательно. Если кто-то впервые находится в вебинаре и не знает, как скачать презентацию, делается это вот так. Сейчас я буду показывать. Вот примерно в этом направлении, если посмотреть, вы можете увидеть ряд кнопок, горизонтальный ряд кнопок в правом верхнем углу. У меня пятая с левой стороны кнопка в виде такой папочки серой. Если на нее нажимать, справа от презентации будет возникать окошко под названием «Ресурсы». В этом окошке вы можете увидеть несколько строк. Одна из строк снабжена зеленой кнопкой слева. Это и есть наша презентация. Коллеги, подтвердите, пожалуйста, что есть звук. Потому что у кого-то нет звука. Раз, два, три, раз, два, три, звук есть. Понятно. Ну, тогда это проблема с той стороны. К сожалению, кому-то придется посмотреть, в чем дело. Вот. Нажимая на вот эту зеленую кнопку, вы можете скачать презентацию к себе и потом использовать ее по своему разумению. Единственное, мы почти всегда в компании Директ Медиа свои презентации отдаем нашим клиентам и разрешаем их использовать как угодно для своих семинаров или как-то еще. Единственная просьба со ссылкой на нас это делать, что это презентация от компании Директ Медиа и от конкретного человека. Ну, пожалуй, начнем. Да, я еще одно слово в начале. Я хотел бы отметить, что все участники сегодняшнего вебинара, в конце вебинара, я постараюсь это сделать даже в реальном времени, пока вы еще не разойдетесь. Не обещаю, но, скорее всего, получится. Прямо в конце нашего вебинара дам вам ссылку на получение бесплатных сертификатов на прохождение, электронных именных сертификатов на прохождение сегодняшнего мероприятия. Единственное, вот что я тут заметил, что некоторые входят не под своим именем, ну, по крайней мере, я так понял. К сожалению, система у нас автоматическая и сертификат будет выдан на то имя, под которым вы зашли в вебинары. Никак иначе. Вот, никаких, к сожалению, ручных докомплектаций или как-то еще иным нет возможности сделать. Поэтому, по возможности, у вас есть еще возможность быстро-быстро перерегистрироваться под своей фамилией, под своим реальным фамилией, имя, отчество и войти, и все тогда будет нормально. Ну что ж, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Так, библиошкола – это один из продуктов компании Директ Медиа. Компания Директ Медиа присутствует на рынке с начала 2000-х годов, ну, в российском исполнении, потому что начиналось все с немецкой компании Директ Медиа. Традиционно мы были издательством, потом стали электронным издательством и продолжаем, собственно, им быть. Ну, начиная с десятых, с начала десятых годов мы начали заниматься агрегированием контента, в частности, для вузов, для вузовских библиотек. Ну, а потом расширили нашу деятельность и на более широкие, на более широкие возможности, на более широкий класс продуктов, прошу прощения. Вот библиошкола – это один из таких продуктов, который сделан специально для школьников и для тех, кто, собственно, обеспечивает школьникам их процесс обучения. Ну, да, собственно, здесь повторено то, что я только что сказал. Главная страница библиошколы достаточно проста вообще по сравнению с нашим флагманским продуктом, которым является университетская библиотека онлайн. Библиошкола в своем интерфейсе все-таки достаточно проста, как для конечного пользователя, так и для библиотекаря. Сегодня мы немножко поговорим как о составе, так и о принципах создания библиотеки, библиошколы. Главный принцип создания – это то, что в библиошколе – книги, а не учебники. Ну, почему, собственно, не учебники? Вот, например, в наших вузовских продуктах полно именно учебников, учебных пособий и так далее. Дело в том, что, ну, вот таковы реалии наши российские, что учебники для школ продают всего несколько издательств. Этот вид деятельности у нас, ну, практически монополизирован, вот, к сожалению. Вот, и эти издательства, являясь монополистами, не особенно-то желают в электронном виде распространять свою литературу, по крайней мере, на тех условиях, более-менее открытых условиях, которые предлагают электронные библиотеки, электронные библиотечные системы. Вот, просто не отдают свои книги, поэтому мы сосредоточились здесь на методической литературе, изданиям по педагогике и психологии, на дошкольном обучении, на хрестоматиях, материалах для подготовки к ЕГЭ, литературе для внеклассного чтения – вот очень важный пункт. Развивающей литературе, справочной, изданий для организации детского досуга и так далее, и так далее. Более 300 издательств в нашей библиошколе присутствуют, достаточно известные, такие как «Книжный мир», «Русское слово». Я не все произношу здесь, да, те, которые так на слуху. «Лаборатория знаний» – замечательное издательство. Наше издательство, «Директ Медиа», «Альпина», «Росмен», «Феникс», «Владос», «Витапресс», «Флинта», «Айреспресс», «Питер», «Белый город», «Рипол Классик». Ну, все это «Ломоносов», «Мирообразование», «Спорт» – все это достаточно известные издательства, они у нас в библиошколе присутствуют. Кроме, собственно, литературы, электронной литературы, у нас широко представлены различные мультимедиа ресурсы. Ну, вот, когда я рассказываю обычно про университетскую библиотеку онлайн, я говорю о том, что у нас есть такой слоган, который звучит так «больше, чем ЭБС». То есть мы пытаемся агрегировать все формы учебного контента, не только книжный, электронно-книжный контент, но и другие тоже. Ну, и, соответственно, здесь в библиошколе у нас тоже присутствуют разные виды медиа. В данном случае это цифровые карты, тренажеры, компакт-диски онлайн, ну и так далее. Много всяких разных вариантов. Вот так выглядит раздел «Карт», раздел «Тестов и тренажеров». Тренажеры – это отдельные программные продукты, которые можно скачать к себе и установить у себя и дальше совершенствоваться в том или ином действии. У нас достаточно много аудиокниг, более двух тысяч. Это достаточно популярный вид ныне электронного контента. Есть и даже и аудиоучебники, но в основном просто аудиокниги, аудиохрестоматия по литературе, детская литература, книги по истории, по культурологии и так далее. К нашим специальным проектам относятся библиотека русской классики. Это более 100 собраний и сочинений классиков русской художественной литературы. Мемуары, дневники, письма, заметки, статьи, отзывы, исследования и так далее. То есть достаточно такой подробный состав русской классики, который нужен всем школьникам для изучения предмета русской литературы, русского языка и так далее. Ну и, разумеется, просто почитать тоже очень интересно, потому что здесь есть практически все, что необходимо. Есть у нас и нотные издания, достаточно богатая коллекция нотных изданий. Ну вот здесь перечислены, не буду перечислять композиторов, которые здесь представлены. Очень богатая коллекция нот. Вот так что для обучения в музыкальных школах наша библиотека тоже подойдет. Наконец, у нас есть тематические коллекции, так называемые. Тематические коллекции – это направленные, как бы это вам сказать, некое расширение нашего каталога на узкие темы достаточно. Эти узкие темы подобраны специальными людьми, библиографами нашими, любителями книги, книголюбами, которые собрали под эти достаточно узкие темы очень подробный и расширенный состав литературы. Да, насчет распечатывать я сейчас вам скажу, когда мы дойдем до инструментов и до интерфейса. Так вот, эти тематические коллекции – это специальные сборники, подобранные специальными людьми, которые над их составом работали. Другими словами, если в основе обычного поведения пользователя в библиотеке является использование поиска, либо просто хождение по каталогу и поиск уже в каталоге того, что вам необходимо, то в том случае, если ваша тема ложится в одну из этих тематических коллекций, собственно, больше ничего делать не надо, надо просто в нее зайти и посмотреть среди нескольких десятков в составе тематических коллекций от нескольких десятков до полутора сотен книг в каждой, то, что вам надо. Возможно, сам этот список, он решит вашу проблему, то есть, если вы занимаетесь этим, пишете эссе, работу какую-то, реферат делаете, то этого больше, чем достаточно для того, чтобы проект школьный, больше, чем достаточно, чтобы осветить вашу тему. То есть, это такое прямое попадание в вашу тему, ну, в том случае, если эта тема пересекается с тематической коллекцией. Здесь у нас в основном гуманитарные направления, летописи, история России, военная история, великие художники, великие музеи, великие поэты, библиотека приключений, фантастические миры, сказки народов мира, русская и зарубежная. Но здесь у нас представлены коллекции, разумеется, более направленные на школьников. Прошу прощения. Дело в том, что тематические коллекции у нас есть во всех наших ЭБС. Вот в университетской библиотеке онлайн там 180 тематических коллекций. Там есть и более такие научно продвинутые коллекции. Ну, здесь мы отобрали только те, которые могут понадобиться школьникам. Вот одна из коллекций изнутри выглядит примерно так. Это история России в классических фолиантах. Внутри ее интерфейс вот так примерно выглядит. Собственно, эти коллекции находятся в составе более широкого подразделения, которое называется «Издательские коллекции». И здесь у нас есть особый раздел, который доступен по дополнительной подписке, точнее, даже по специальному виду подписки, который осуществляется при помощи наших партнеров «Агрегион». Как я уже говорил, напрямую к нам в школьную библиотеку не попадают школьные учебники и вообще литературу от некоторых издательств, которые нам не дают эту литературу в электронном виде. Однако эти издательства работают через специальные, ну, скажем, назовем их так, электронные переходники, и осуществляющие уже вот более жесткий контроль от правообладателей за своими книгами. Вот как раз интерфейс компании «Агрегион» позволяет приобретать эти книги уже на такой основе. В данном случае контролируется каждый экземпляр, открываемый вашим слушателям. И вот в этом варианте уже есть и книги издательства «Просвещение», и «Русского слова», и английские книги издательства «Пирсон», ну и кое-что другое. Вот. Что касается остальных книг, то они просто отдаются вам в общем потоке, то есть никаких дополнительных средств для их произведения не надо, кроме заключения первичного договора. У нас представлен список художественной литературы, рекомендованный Минобром. Это собранное в соответствии с государственным стандартом и рекомендациями Минобранауки школьная программа по литературе и гражданскому воспитанию. 580 произведений, обогащенные иллюстративным мультимедийным материалом, с тестами, полная методическая, издательская и юридическая подготовка этих текстов, ну и так далее. Один из разделов у нас называется «Хрестоматия плюс». Это дополнительная литература, содержащаяся в издательских учебных линейках по литературе в неклассному чтению. Ну, это, собственно, один из поводов создания, вообще, целей создания библиошколы. Это дополнительная литература по чтению для школьников. Вот в этом разделе, собственно, она и содержится. Ну, несколько общих слов. Библиошкола – это электронно-библиотечная система, позволяющая иметь в школе богатую литературную книжную коллекцию, предоставлять доступ в любом месте, где есть интернет. Ну, собственно, это сейчас уже не является чем-то особенным. Это просто я подтверждаю то, что и так, наверное, вам известно. То есть, разумеется, доступ к библиошколе возможен из любого места, где есть интернет. Более того, в ряде случаев, если вы используете... Про приложение давайте поговорим, когда дойдет до этого дела. Вот, более того, в ряде случаев это возможно сделать и в оффлайне, в частности, вот в наших приложениях. Отслеживать активность чтения учениками, создавать собственные проекты школьников, интегрировать в системе электронных дневников с сайтами школ и так далее. Ну, чуть-чуть по интерфейсу, потому что сейчас тут только самые такие особо важные места. Что мы принимаем, какие меры принимаем для удобства чтения. Удобный каталог, поиск. Вот я в самом начале обычно на самом первом слайде это показываю. Наверное, и так это видно на главной странице. То, что поиск вынесен на самый верх. Вообще, конечно, в нашей среде, в библиотечной, принято было всегда искать по каталогу. Такой классический путь. Но современные информационные системы предполагают, что основной способ доступа это поиск. Поэтому поиск вынесен на самый верх. И он сделан максимально удобным для конечных пользователей. Возможность цитирования, распечатки, сохранения прямо из библиошколы. Ну и, собственно, о текстах. Книги прошли подготовку качественную, представлены в форматах EPUB и PDF для удобного чтения с экрана компьютера и мобильных устройств. Традиционно у нас в среде для студентов используется формат PDF. Потому что у нас там было требование о том, чтобы книги были постранично представлены. То есть точно так, как они могли бы быть представлены в бумажном виде, страница в страницу. Ну, кроме того, для учебников, там, где много сложной верстки, таблиц и так далее, там формат PDF, конечно, незаменим. Ну, а для книг просто для чтения формат EPUB тоже вполне себе подходит. Вот поэтому здесь он тоже присутствует. Вот так примерно выглядит экран, я бы его назвал предчтение, да, то есть экран, когда вы знакомитесь с книгой, прежде, за шаг до того, как начать ее читать. Какие здесь представлены возможности? Да, ну, во-первых, вот кликабельные, вот все, что коричневым, это все кликабельное. Здесь вот так называемые хлебные крошки, да, это на языке сайтостроителей. То есть путь, по которому вы пришли, чтобы дойти до этого момента. Далее, название, автор, дисциплины. По нажатию на каждую из этих ссылок появляется, ну, соответственно, если на автора, то все книги этого автора. Если на дисциплину русской литературы, то все, что соответствует этой дисциплине и так далее. Далее, выходные данные, возрастные ограничения, объем. Вот здесь есть три важные кнопки. Собственно, самая главная кнопка «Читать», после которой вы переходите на чтение этой книги. Дальше есть кнопка «Загрузить в приложение». Если у вас есть приложение мобильное, то вы можете загрузить эту книгу в приложение и там читать. И читать в том числе в оффлайне некоторое время, потом она у вас автоматически там пропадет, если не изменяет память, через месяц. Вот. Ну и кнопка «Плюсик», которая позволяет положить это на вашу книжную полку в «Избранное» и потом таким образом отбирать все книжки и потом их читать. То есть не обязательно сразу читать, можно их сначала отобрать, а потом использовать со своей книжной полки читать. Ну и есть три вкладочки «Анотация», «Содержание», «Библиографическое описание». Ну, «Анотация» понятно, что такое «Библиографическое описание». Это очень удобный прием, если вы эту книгу хотите процитировать. Понятно, что школьники, ну и часть учителей, конечно, тоже не очень хорошо понимают, как составлять библиографическое описание. Если им надо использовать эту книгу в своем каком-то труде или статье или где-то еще, то, конечно, надо сослаться на эту книгу. Как это сделать? Вот. Получить информацию прямо здесь, в библиографическом описании. Обращаю ваше внимание, что это делается на самом раннем этапе, то есть до, еще до чтения. То есть иногда важно первым этапом провести вот такой вот поиск, посмотреть, что есть, взять ссылочки и только потом читать. Поэтому вот эти все важные вещи, они вынесены на экран предварительного ознакомления с книгой, а не в процессе самого чтения книги. Да, ну и содержание тоже. То есть вы тут можете воспользоваться не кнопкой «Читать», а потом перейти на ту страницу, которая вам нужна, а сразу включить содержание, просмотреть его. Если там есть та глава, которая вас интересует, перейти непосредственно на эту главу и читать уже сразу ее. Да, вот эта кнопка, о которой я говорил, с плюсиком, она помещает книги в состав избранных книг, которые есть в вашем личном кабинете. Видите, в вашем личном кабинете есть вот такой вот раздел. И вот видите, вот эта книга, я нажал там на плюсик, и здесь она появилась в составе избранных книг. Сейчас, да, сейчас до этого дойдем. А, это Алексей, да, предваряет. Кстати, в конце я познакомлю вас с Алексеем Владимировичем. Это наш менеджер, который ведет данную тему, который, собственно, вас приглашал на этот вебинар. Вот, собственно, так выглядит наша читалка. Это ее верхний вид. Какие возможности есть в читалке? Есть поиск. В данном случае это поиск уже не по книгам, а поиск по внутреннему содержанию конкретной книги. Вторая часть. Это переходы по страницам вперед-назад, в начало-в конец или на конкретную страницу. Здесь еще не показаны, есть еще вот такие вот галочки, которые дублируют переход по страницам. Вот здесь располагается как раз то, о чем вы спрашивали. Здесь можно скачать до 10% книги в формате PDF. Вот, и использовать по собственному усмотрению в личных целях, обращая внимание. То есть этот PDF нельзя публиковать. Вы можете его использовать для себя, можете с него печатать, опять же, если вам надо для реферата и так далее. Но его нельзя перепубликовывать в открытом доступе. Ну, или в любом вообще доступе нельзя перепубликовывать для неограниченного круга лиц, сделать доступным этот отрывок. А так это можно делать. Также можно печатать текущую страницу. Вот, разумеется, это можно сделать... Для многих страниц это сразу сделать нельзя, но можно сделать для текущей страницы. Другой путь, как я уже говорил, сначала скачать PDF, и потом уже распечатать средствами PDF. 10% то есть частично для ознакомления, не полностью, чтобы прочесть. Вообще-то 10% для... В течение одной сессии. Вот, ну... Вы можете... Для своего пользования вы можете скачивать несколько фрагментов по 10... Ну, вам надо перевойти тогда в систему. Вот, и снова взять 10% и так далее. Это не очень удобно для использования. Ну, если уж очень надо, то пожалуйста. Да, вот, что касается мобильных приложений, сейчас еще будет у меня слайды, посвященные этому. Что еще можно здесь сделать? Вот кнопка, которая позволяет получить текстовое содержание книги. Дело в том, что напрямую, когда вы читаете это в читалке, здесь представлено графическое представление каждых страниц. Если вам необходимо просто кусочек взять, скопировать, то лучше перейти в текстовое представление страницы. Тогда там, в общем-то, верстка читается, верстка исчезает, но остается один текст, который можно забрать. Ну, и, наконец, вот эта вот часть, целые 5 здесь кнопок, они предназначены для того, чтобы удобнее читать, больше-меньше масштаб, разверстать на всю страницу, открыть полностью в новом окне, либо читать по умолчанию так, как это изначально представлено. Возвращаясь к экрану предварительного ознакомления, хотел бы отметить, что есть еще очень интересная возможность. Это есть раздел, который называется «Дополнительные материалы к этой книге». То есть это весь контекст, который есть в библиотеке, который вы можете использовать. Вот здесь есть, видите, какие дополнительные возможности. Это дополнительные книги, дополнительные аудиокниги, дополнительные карты, дополнительные иллюстрации, мультимедиа. Выглядит это примерно так. А вот дополнительные материалы к этой книге. Вот книги, например, да, и здесь есть сопутствующие материалы, в данном случае о войне 12-го года, разные мемуары и прочие вещи. Более уже глубокое погружение в тему. Ну вот можно посмотреть сопутствующие карты, карты сражений, карта Французской империи, сражения при Бородино и так далее. Да, хотел еще показать мультимедиа, но чего-то у меня здесь этот слайд почему-то не воспроизвелся. Ну, в принципе, понятно. То есть, если у вас есть какое-то достаточно известное произведение, то к нему будет найдено большое количество дополнительных материалов. Вот, в частности, вот иллюстраций здесь достаточно много к войне и миру. Можете посмотреть на этом примере. Здесь очень богатый примет такой достаточно. У нас есть поиск, разумеется, и в нем есть расширенный вариант, в котором можно... Вот этот вот поиск, он у нас в разных ЭБС по-разному представлен. Именно расширенный вариант. Здесь в данном случае есть, например, поиск по классу. Первый класс, третий, одиннадцатый класс и так далее. То есть, фильтруется ряд фильтров специфических для школы. По классу, по предмету, например, можно только по математике найти, только по литературе и так далее. По жанру, по издательству, но это традиционно у нас, по автору. Очень удобно по году издания искать. Если вы точно знаете, например, что эта книга какая-то... Например, 68-го года, выставляете вот здесь вот движки, и в этом диапазоне в 60-х годах, например, где-то, ну или там 2005-го года, например. Эти движки более-менее рядом с этой датой и существенно выборка у вас сразу сокращается, вам проще становится искать. Ну и также можно искать в описании, можно искать полнотекстовый поиск. Правда, это достаточно долго происходит. Если сразу по всем книгам искать, по умолчанию эта галочка выключена, потому что, как правило, это не надо. На первичном этапе поиска это только если вы какую-то точную фразу ищите в книгах, вот тогда эту галочку надо включать. Ну вот, примерно такой список фильтров, который позволяет, в общем, сразу сократить поисковую выдачу до разумного количества книг, с тем, чтобы зря не рассматривать сотни книг, не плутать внутри них. Потому что именно школьник это может немножко выбить из себя, когда у тебя большая поисковая выдача, и тебе надо там, то, что тебе надо, находится на 10-м экране. Ну, про поиск примерно понятно. Про мобильные приложения. Действительно, нам недавно наши разработчики говорили, что готовится широкое обновление, и поэтому временно были изъяты мобильные приложения, некоторые, в том числе, видимо, библиошкола, из наших магазинов. Но в ближайшее время они должны появиться и с расширенным функционалом. Что дает возможность мобильного приложения. Ну, кроме того, что это очень удобно ходить и с телефона читать, или там с таблетки. Вот. Это возможность работы в оффлайновом режиме. Как я уже говорил, на телефон можно скачать книжку и читать там. Некоторое время она будет в оффлайн-режиме вам доступна. Вот. То есть, даже без доступа к сети. Это то, что нельзя сделать на стационарном компьютере. Ну, и, собственно, остальное все и так понятно. Ну, для меня это точно понятно. Я, например, книги только так и читаю, электронные, только в электронном виде, и только с мобильных устройств. В удобной обстановке это позволяет сделать именно мобильные приложения. Вот. Потому что, когда вы сидите за экраном большого компьютера, все-таки это вы как бы немножко работаете, а не расслабляетесь. А вот с мобильных устройств это можно сделать в очень удобном для вас режиме. Итак, мобильные приложения, если сейчас их нет, то они должны появиться вот в ближайшее время. Обещали вот чуть ли не на неделе это сделать. вот, пожалуйста, войдите через неделю, скачайте мобильное приложение. По вот этим кнопочкам их можно будет взять вот на главной странице сайта в двух операционных системах в Android и в Apple Store. Резюмирую, что библиошкола позволяет для разных категорий наших пользователей. Для школьника какие возможности? Школьник получит литературу для программного внеклассного чтения, дополнительную литературу по предметам, книги для саморазвития и индивидуальной подготовки, для чтения на досуге и материалы для разработки школьных проектов. Что получит преподаватель? Методическую литературу, что, кстати, достаточно важно. То есть тут сразу видно, что мы покрываем не только потребности школьника, но и потребности преподавателя. Методическая литература это, в общем, очень важно для обеспечения процесса обучения. Поэтому она сюда тоже включена. Литература по педагогике и школьной психологии, программные инструменты для отслеживания качества чтения, дополнительная литература по предметам для саморазвития, проектов, учебную и научную литературу для повышения квалификации педагогов. Администрация школы или администрация библиотек. Ключевые элементы информационно-образовательной среды, ну, понятие информационно-образовательной среды, оно у нас входит в нормативные документы, и, разумеется, все электронные библиотеки, они входят в это понятие, являются составной частью этой информационно-образовательной среды учреждения, учебного учреждения. Учебную, художественную, научно-популярную литературу для всех категорий преподавателей, то есть вы можете быть уверенным, что для ваших сотрудников есть достаточное количество литературы для повышения их квалификации. мультимедийный контент для обогащения школьных предметов, необходимые литературы для повышения квалификации, ну, и, наконец, родители, что получают. Детскую... Да, кстати, родители, разумеется, тоже могут получить необходимые логины и пароль для того, для доступа к материалам библиошколы. Они тоже получают из этой библиотеки детскую и подростковую библиотеку с выбором литературы для учебы и досуга, научно-популярную литературу по детской психологии и воспитанию, литературу и мультимедийный контент для дополнительных занятий, подготовки к ЕГЭ, поступлению в ВУЗа, и так далее. Много-много другого, что получают все категории. Возможно, это даже не все категории, которые здесь названы. Я бы вас хотел пригласить на дополнительный вебинар, который состоится в рамках нашего проекта Директ Академия. И вести его будет Наталья Башкова, наш редактор, редактор издательства Директ Медиа, который непосредственно занимается проектом Библиошкола. Давайте я сейчас вам повторю эту ссылку прямо в чате. Одну минутку. По этой ссылке вы можете прямо сейчас зарегистрироваться на наш вебинар. Дело в том, что летом и в ближайшее время наша Библиошкола сильно изменилась, появилось много новшеств в ней, и некоторые из них еще появятся. И вот об этом Наталья расскажет на вебинаре 18 октября в 12 часов по московскому времени. Это у нас стандартное время, когда проводятся вебинары нашей Директ Академии. я вас приглашаю на этот вебинар. Кроме того, Наталья у нас может рассказать более подробно о контентной части библиотеки. Если у вас есть конкретные вопросы по отдельным издательствам, по конкретным изданиям, то Наталья на эти вопросы вам может ответить прямо на вебинаре. Так что вот за это время как раз у вас есть неделя, практически 8 дней, чтобы все посмотреть и задать Наталье вот такие вот вопросы. Наталья замечательно ведет вебинары. Я ее постоянно приглашаю к нам в Директ Академию. И вот этот вебинар будет посвящен как раз Библиошколе. Здесь в чате сейчас присутствует Алексей Архангельский, это менеджер проекта. Для получения пробного доступа к Библиошколе вы можете использовать его мейл или телефон, лучше мейл, конечно, обратиться к нему, указать название библиотеки, свою фамилию, имя, отчество, мейл, желательно телефон также указать. Вот и попросить пробный доступ к Библиошколе. Ну и несколько информации дополнительные, которые у нас есть. Я приглашаю всех вас на наш проект, который называется Директ Академия. Это проект, давайте я воспроизведу этот адрес, чтобы вы могли прямо сейчас зайти. Вот этот адрес. Директ Академия это проект, который веду я, он посвящен, это образовательный проект, мы проводим, каждый рабочий день мы проводим вебинары. Вебинары по всем направлениям, которые связаны с образованием, с библиотечной отраслью, с отраслью электронных библиотек, электронного контента, IT и так далее. Вот беспрецедентный по объему, то есть это примерно около 200 вебинаров каждый год мы проводим вебинары абсолютно бесплатные, на них может участвовать каждый, кто пожелает. В том числе и для публичных библиотек, там есть очень много того, что может вас заинтересовать. Более того, вот в этом году мы стали приглашать и собственно представителей публичных библиотек для проведения отдельных вебинаров. Вы знаете, я, наверное, даже сейчас вам найду один из вебинаров, который проведет ваша коллега. Это произойдет в самом начале декабря. Одну минутку. Возможно, вас заинтересует этот доклад. я попрошу вас минутку подождать. я этот доклад найду и ссылку вам дам. Одну минутку. Так, вот этот доклад. это будет вебинар под названием «Электронные ресурсы публичных библиотек». Проведет его заведующий отделом управления библиотечным фондом библиотеки имени Некрасова Москва Ольга Машкова. И ссылку на него я сейчас прямо дам. Я на этот вебинар вас приглашаю, потому что это как раз касается вас, публичных библиотек. Этот вебинар должен быть достаточно интересным, потому что мы его видели на семинаре в живом виде. Для публичных библиотек должно быть очень интересно. Ну и вкратце просто о том, что еще есть у нас, какие еще продукты есть у компании Директ Медиа. Есть библиотека Нонфикшн. этот продукт тоже для публичных библиотек специально создан. Отличительной частью, отличительным моментом этого проекта является то, что в этом проекте экономической моделью является комплектование по требованию пользователя. Сейчас не буду на этом останавливаться очень подробно. Если кому-то интересно, недавно проходил вебинар на эту тему, и его запись доступна на нашем видеоканале на YouTube. Одну минутку, давайте я дам вам сейчас ссылку на наш видеоканал на YouTube. Вот наш видеоканал, где есть записи более 340 вебинаров, которые были проведены. Вот на этом видеоканале в разделе в плейлисте вебинары можете найти совсем недавно проходил мой вебинар, посвященный этому продукту. Есть у нас продукт, замечательный на мой взгляд продукт, который называется ArtPortal. ArtPortal это открытый проект, в основном открытый проект с произведениями искусства, там более 65 тысяч различных произведений, доступ к ним свободный, но есть и подписная модель, по которой позволяется доступ к дополнительным материалам, в частности к полномасштабным изображениям и к проекту, который называется ArtTec, который в рамках проекта ArtPortal является дополнительным проектом, это подписной сервис, раз в две недели выходит новый выпуск, вот сейчас уже будет 75 выпуск у нас уже ArtTec, это проекты ArtTec это хорошо структурированные большие страницы, так называемые лонгриды с достаточно подробными описаниями, там достаточно большой текст, много иллюстраций, от нескольких десятков до нескольких сотен иллюстраций, с включением интерактивных элементов, с включением мультимедийных элементов различных, ну вот в частности мы используем такую технологию как интерактивные путешествия по великим полотнам, используя гигапиксельные разрешения мы проводим такие интерактивные путешествия по картинам, где описываем разные сцены на этих картинах с увеличением, с 20-30 кратным увеличением это достаточно эффектная вещь. Ну и наконец нельзя не сказать о том, что все-таки наш флагманский продукт это университетская библиотека онлайн более почти 130 тысяч книг по всем направлениям, которые связаны с обучением вузе для вузов, вузовских преподавателей, авторов вузовских и так далее. Собственно, вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Скачать книгу... Вот смотрите, ее можно скачать, но она вам не будет доступна как файл. То есть вы пользуетесь мобильным приложением, вы можете скачать себе книгу, но она не будет у вас присутствовать как файл. Она будет доступна только внутри этого приложения и через некоторое время, если не изменяет память, через месяц она сама пропадет у вас. то есть это не есть способ скачивания и приобретения книги для себя в постоянный доступ. Задавайте, пожалуйста, дальше вопросы, а я пока постараюсь... Так, вижу вкладку вопросы. Ну да, можно послушать. Собственно, для этого аудиокниги и существуют. Да, вам тоже спасибо, не расходитесь. Давайте я прямо сейчас на месте сделаю для вас сертификаты. Займет это пару минут. Для этого я должен сейчас перейти в специальную программу, взять список тех, кто присутствует, чтобы вы просто не расходились и сразу бы получили свой сертификат. Так, сохраняю. А вы пока формулируйте свои вопросы, если они у вас есть, чтобы я стараюсь имитировать присутствие на вебинаре, чтобы голосом не голосом, чтобы вы не расходились. Так, я сформулировал, сформировал табличку и сейчас буду загружать ее в специальную программу для выдачи сертификатов. загружаю табличку. сформулирую. сформулирую. передам ссылку. Передам ссылку. фамилия, имя, отчество, либо по своей электронной почте получить информацию о всех вебинарах, которые вы посетили. И далее нажимаете на название вебинара и переходите к скачиванию. Вот и все. Да, запись данного вебинара ведется, она будет доступна скорее всего завтра я передам через через Алексея передам эту ссылку всем. Она будет доступна, ну в том числе и по той ссылке в нашей просто она появится среди записи нашего нашего учебного портала на ютубе одной одной из строк. Так, планируете ли вы сотрудничать с новыми издательствами, например, речь? Ольга Юрьевна, задайте этот вопрос пожалуйста Наталье Башковой, она у нас вот ведает всем контентом, я думаю, что она про все издательства вам расскажет, ну по крайней мере насколько я знаю. Не все участники, ну вот запись будет готова через через пару дней, ну вообще-то она будет готова еще раньше, но вот я просто чтобы не обещать лишнего, на всякий случай говорю, что точно завтра вечером она будет готова, потому что на конвертацию в вебинаре требуется некоторое время. Вот так, давайте я пройдусь по чату, посмотрю, не пропустил ли я какие-то вопросы. мобильная версия обязательно появится, то есть она уже есть, но вот временно она, к сожалению, недоступна у нас. Фонд учебной литературы обновляется, вообще полностью все обновляется. У нас все наши библиотечные системы, электронные библиотечные системы, они не стоят на месте. в том смысле, что, ну вот, например, я могу сказать за университетскую библиотеку онлайн, в месяц она пополняется более чем тысячу новых книг. Сколько новых книг приходит в библиошколу, я в месяц не скажу, но вот Наталья вам, наверное, по этому поводу более подробно расскажет. О, знаете, вариант вебинара рассчитыван на пользователя ребенка. Пожалуй, это тот жанр, который мы пока еще не освоили. Вот, ну, может быть, подумаем об этом. Вы знаете, с детьми работать достаточно сложно. Вы нам подали идею такую, но это надо быть, да, таким педагогом специальным. Вот, я вел вебинары для очень разного состава слушателей, но для детей пока не пробовал. Ну, может быть, можно в данном случае сделать не столько вебинар, сколько ряд учебных роликов для детей. Вот, может быть, может быть, такое мы, да, может быть, такое. Ну, у нас, мы, в принципе, учебные ролики тоже готовим. Вот, они у нас на нашем видеоканале тоже присутствуют, но по другим нашим продуктам по библиошколе пока не делали. Ну, что ж, коллеги, спасибо, что вы пришли, что вас сегодня было так много. Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с тем, что вот на специальном нашем вебинаре, не общем, которое мы объявляем по большой нашей рассылке Директ Академии, пришло так много человек. Спасибо, что вы внимательно меня слушали. Надеюсь, что вам вы получили некоторую информацию о продукте и также информацию о том, где можно пополнить сведения об этом продукте. Да, вот Алексей еще раз дублирует ту ссылку на вебинар 18 октября. Приходите, я надеюсь, будет интересно и получите информацию совсем уже с первых рук, то есть прямо от того человека, который готовит этот продукт. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч, надеюсь, вас увидеть на вебинарах Директ Академии. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...